Дорогие друзья, остается считанная минута до того момента, когда нашу страну посетит Кубок Мира по футболу. Мы все в вожделении этих самых мгновений, потому что это происходит впервые для нашей страны. Итак, друзья, подождем и совсем скоро мы будем лицезреть вместе с вами данный Кубок Мира. Итак, друзья, вот сейчас представителями Кока-Кола и, конечно же, журналистами мы встречаем этот самый Кубок Мира, тот самый трофей. И, конечно, точная копия этого трофея Кубка Мира FIFA сейчас прибыл к нам в Кыргызстан. И давайте уже посмотрим лицезреть вместе с вами, друзья, впереди самое интересное. 5 февраля Кыргызстан в очередь увидел Кубок Мира FIFA. Компания Кока-Кола является организатором трофи-тура уже не первый год. Наш телеканал освещал данную церемонию. Удалось также попасть на частный самолет, на котором прилетел чемпион мира 98-го года Кристиан Карамбер, который является послом данного трофи-тура уже не впервые. На встрече также были представители правительства Кыргызской республики, средств массовой информации и федерации футбола. И вот поступил тот самый долгарственный момент, когда мы увидим Кубок Мира по футболу. И вот здесь, как раз в этом ящике, за этой черной мантией скрывается пока что данный трофей. И в скором времени мы его, конечно, увидим. Дамы и господа, ни для кого не секрет, что за последние годы футбол переживает в нашей стране настоящий взлет. Поэтому, я думаю, весьма и весьма уместно будет также пригласить с приветственной речью президента Федерации футбола Кыргызской республики Симите Султанова. Добрый день, уважаемые гости, уважаемый Чолпан Алына, уважаемый Джейм Кандамир. Мы благодарны, что Кубок находится в Бишкеке. Благодарны сотрудничеству FIFA и компании Coca-Cola. Это историческое событие, впервые в Кыргызстане Кубок находится. И я думаю, просто увидеть этот Кубок даст большой толчок нашим футболистам. Вот у нас здесь подрастающее поколение, дети, футболисты, наши ветераны, которые тоже впервые видят этот Кубок. И надеюсь, что этот Кубок только стимулирует наших футболистов. И в ближайшем будущем мы тоже будем бороться за выход на чемпионат мира. И кто знает, может быть, когда-нибудь и прикоснемся к этому Кубку. Спасибо большое. Спасибо компании Coca-Cola. Спасибо нашему другу, который уже приезжал сюда, Кристиан. Welcome one more time. Thank you for your coming. Спасибо всем. Я думаю, настал самый важный и самый торжественный момент сегодняшнего дня. Я попрошу всех участников, господина Демизе и госпожу первого вице-премьер-министра, господина Карамбе, господина Султанова, всем вместе явить миру Бишкеку и всему Кыргызстану наш трофей. Высота составляет 36,5 сантиметров. Кубок был сделан из 18-каратного золота весом 5 килограмм. Ну а сам трофей весит более 6 килограмм. Итак, дорогие друзья, со мной рядом находится генеральный директор компании Coca-Cola в Бишкеке. И, конечно же, сейчас мы услышим его мнение вообще об этом трофе-туре. И, конечно же, посмотрим вообще, что он приготовил еще в дальнейшем. Потому что только что этот данный трофей приехал. И давайте спросим у нашего героя этого кадра. Как вообще вот сквозь столько времени удалось взять такие данные трофеи сюда на несколько часов к нам в Бишкек? Потому что это впервые происходит. И как тяжело это было сделать? Продолжение следует... 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 Мы поддерживаем эту страну. Мы поддерживаем эту страну. Мы на этом зимой думаем. Если мы работаем в этом стране, если мы работаем в этой стране, мы должны исправить эту страну. В Coca-Cola, как armour-то полутора, ради этого мира и организации, по среде Кыргызстана, по которому мы обеспечиваемые в этой стране мы предлагаем выбраны для нас все장을 прежде. Мы уже 22 года в Кыргызстане работаем, и мы верим, что если мы работаем в этом обществе, мы должны что-то дарить и помочь некоторым развитиям в этом обществе. И поэтому и в дальнейшем мы будем сфокусировать все наши усердия, чтобы привлечь такие глобальные проекты в Кыргызстан. А вот если сейчас на данный момент известно ли точно вообще нечто подобное, когда будет в Кыргызстане еще? В этом году мы сделали мероприятия, связанные с Кубком мира 2018. В следующем году у нас будут некоторые проекты, связанные с музыкой. И в последующем году, конечно же, как вы знаете, будет чемпионат Европы. Несмотря на то, что в Средняя Азия не входит вот эти соревнования, но все равно интерес очень большой, и мы опять же будем использовать эти события, чтобы вовлечь такие большие проекты в Кыргызстан. Спасибо, большую удачу вам. Тошкири дарим. Спасибо. И я хотел бы знак благодарности предоставить такой дар вице-премьер-министру, потому что этот дар останется, а Кубок дальше продолжит свое турне по другим странам. Всем участникам позволили сделать фотографии с Кубка мира, но я не стал исключением. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, рядом со мной находится настоящая живая легенда футбола, чемпион мира 98-го года Кристиан Карамбер. И сейчас мы узнаем его мнение о данном трофи-туре. Вы в Кыргызстане уже не впервые. Расскажите о ваших ощущениях. Я очень рад быть снова у вас, потому что здесь я встретил хороших людей. Именно поэтому я сам также хотел снова попасть в вашу страну. Когда я увидел Кыргызстан в списке стран, которые мы посетим, то охотно согласился, и я очень счастлив быть у вас. Когда вы были в первый раз в нашей стране? Два года назад посещал вашу страну, чтобы сыграть в одной игре. В этой поездке я также совершил путешествие по Кыргызстану. У вас красивое озеро, красивые реки, горы, архитектура и, конечно же, вкусная еда. Я очень хотел снова побывать у вас. И вот я здесь, в рамках трофи-тура с представителями FIFA. Мы хотим привить детям из Кыргызстана любовь к футболу и привлечь больше людей для продвижения футбола. Через несколько месяцев мы будем смотреть по телевизору либо вживую прекрасный чемпионат мира. Вы были во многих странах в Азии, в том числе и в Кыргызстане. На ваш взгляд, что можете сказать по поводу футбола в нашей стране? Я знаю, что у вас есть много талантливых игроков и вы собираетесь развивать еще дальше футбол в вашей стране. И вы уже имеете плоды этой работы. Также я знаю, что вы собираетесь повышать уровень внутреннего чемпионата. А также вам нужно отправлять своих игроков, чтобы они играли в зарубежных чемпионатах не только здесь. Вам также нужно развивать инфраструктуру ну и отправлять своих тренеров для повышения своей квалификации. Вы играли против наших футболистов однажды. Что скажете насчет уровня наших игроков? Я увидел у них хороший уровень, но еще нужно, конечно, развивать инфраструктуру, потому что от этого тоже многое зависит. Также необходимо выращивать из молодых игроков настоящих профессионалов. И шаг за шагом у вас это удастся. Ваша сборная встречается также с сильными сборными, берет опыт от этих игр. И я надеюсь, что ваша сборная сможет пробиться через сито отбора на следующий чемпионат мира, который состоится в 2022 году. И вам нельзя упускать эту возможность. Вы завоевали множество наград в вашей карьере, в том числе и со сборной. Держите ли вы связь со своими бывшими товарищами по команде? Конечно, мы общаемся до сих пор. Недавно мы праздновали 20-летие победы на чемпионате мира с игроками той сборной Франции. Потому что именно 20 лет назад мы стали чемпионами мира. У нас есть совместный фонд, с помощью которых мы помогаем некоторым людям из Франции. Так что мы всегда поддерживаем связь друг с другом и постоянно знаем, что происходит в жизни каждого. Потому что сохранилась у нас такая вот своя ассоциация. До большого праздника футбола остается около 4 месяцев. А Трофи Тур пока будет шагать по миру. Мы были рады стать частью этого мероприятия и подготовить эксклюзивный выпуск для наших зрителей. Талабек Шабданов, Азерет Абдреимов. Специально для КТРК Спорт. Спотрите канал КТР Спорт. Хорошо, хорошо.